Дорогие коллеги, я благодарю вас за мужество, за стойкость. Так слышно, нет? Да. Да? А, хорошо, тогда без микрофона, да? Да. Ладно. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так лучше, наверное, да? Тема нейроэнергетеративные заболевания и причина первая. Так. Нервные психические заболевания в настоящее время выходят на большинстве стран с развитой медициной. Выходят на первое место. Посмотрите, ожидаемые социально значительные заболевания это нервно-психические заболевания, которые вот так замечательно изображены на картине Франциска Бегоя. Как называется эта картина, кто помнит? Называется она? Старо. Красиво очень. Так часто заканчиваются мужские голоса. Вот прошло больше двухсот лет, и можно сказать, что, к сожалению, так часто заканчиваются и женские голоса, потому что нейроэнергетеративные заболевания, если человек доживает до 70 лет, то каждый третий рискует закончить этот биологический цикл с болезнью Альцгеймера. А кто доживает до 80 лет, то еще больше частота. И посмотрите, ожидаемые заболевания болезнь Паркинсона, Альцгеймера за 30 лет увеличиваются в 2-3 раза. И эта проблема волнует и президента Устрана. Барак Обама сказал, что миллионы американских семей страдают от болезни Альцгеймера. Альцгеймера и бывший ангидент Франции Николаса Альцаркази показывают, что каждый год выявляют 225 тысяч новых пациентов. К сожалению, эти пациенты не встречают болезнь наедине. Вокруг них страдает очень много людей. Какая особенность нейродегенеративных заболеваний? Что выявлено? Длительнейший период предболезни. Посмотрите, начало гибели нейрону 35-40 лет, а первые симптомы появляются около 60 лет. И вот этот период 15-20 лет, он остается вне полипациентов, вне поли медиков и врачей. И на сегодняшний день лечение проводится компенсация дефицита нейромедиатра, например, при болезни Альцгеймера. И академик Угрюма Михаил Михайлович с грустью ставит диагноз. Не был вылечен ни один пациент. И вы знаете с практики, как это есть на самом деле. Какие особенности метаболизма мозга, которые физиологические? Посмотрите, на долю мозга в покое приходится 15% общего метаболизма, в 7,5 раз больше усредненного метаболизма ткани. И мозг, который в массе меньше 2%, потребляет 15-20% кислорода, энергетических веществ. Это связано с тем, что большая часть энергии для клеток мозга с одной стороны обеспечивается глюкозой, инсулин независимым транспортом, иначе бы больные не об этом не выживали, если бы нейроны получали зачет инсулина. А с другой стороны, мозг не способен к энергетическому значимому анаэробному метаболизму. Поэтому, например, Денис Ильдер Иванович рассказывал о гисеркуляторной энцефалопатии, иногда называют лейкоэнцефалопатия, потому что белое вещество в физиологических условиях получает в 3 раза меньше перфузию, кровоток, чем кора головного мозга, поэтому и страдает при нарушениях в первую очередь. Посмотрите, ну, катастрофы, ишемический, геморрагический инсульт, но и острая гипертоническая энцефалопатия, потому что чрезвычайно тесная связь сердечно-сосудистой и нервной системы, причем, с одной стороны, гипертоническая болезнь, зареет в тончайших изменениях нейронов мозга задолго до проявления в виде повышенной гипертензии, а с другой стороны, малейшие нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы сказываются прежде всего на функциях нейронов, на функциях головного мозга, и формируется очень часто порочный круг циркулис викиозус, который усугубляет течение. Поэтому, ну, вот, иногда кардиологи не согласны, что все причины развития инсульта кардиологические и терапевтические, но Иль Иванович со мной согласен, что, к сожалению, это общий атеротромбоз, являющийся патогенетической основой, это проблема кардиологов, терапевтов, врачей. Общие практики, которые в 80% случаев ставят диагнозы первыми. Поэтому проблема нейродегенерации, нейропротекции является чрезвычайно актуальной. И какие основные причины вызывают гибель нейронов? Это эндогенные хромосомные операции, на которых мы влиять не можем, мы можем только учитывать их по нам. А вот две причины, которые чрезвычайно актуальны для современного нашего общества, это хронический, в том числе, психоэмоциональный стресс, в котором находится сегодня все наше общество. Потому что та вида, которая случилась в Хрини, она в той именно степени касается каждого из нас. И мы получаем каждый день информацию со средств массовой информации, телевидения, интернет-ресурсы, а для кого-то это реалии жизни. Поэтому, конечно же, психоэмоциональный стресс, он вызывает, надвигается одной из ведущих причин, вызывающих гибель нейронов. И очень важна вторая причина, это возраст, которая после 60 лет, 60-70% нарушений со стороны нервной системы вследствие гибели нейронов. Ну и для нас еще одна проблема, конечно же, очень важна. И чрезвычайно важно, что вот изменения, которые протекают в мозге при хроническом стрессе, и возраст обусловленные, они чрезвычайно сходны. И сходство это связано с теми общими патогенетическими механизмами, которые вызывают гибель нейронов. А три ведущих механизма, это образование активных молекул кислорода, свободных радикалов, это атомные оружия, которые убивают нейроны при чрезмерной гиперпродукции. С другой стороны, перегрузка ионов кальция в ацидоз, и очень тесно, что они усугубляют друг друга. И поэтому, конечно же, возникает гибель нейронов с помощью трех ведущих механизмов. Вот два, мы хорошо знаем, некроз и апоптос. Последний называют иногда тихуюсь, тихая смерть, программируемая смерть. В переводе с апоптос греческого это опадение листьев. Или гибель нейронов без скандалов, без повреждений соседних нейронов, в отличие от некроза. Но сегодня чрезвычайно актуально вот третий механизм, оперантный метод, методическая катастрофа, которая у взрослых является ведущей. Вот как выглядит под электронным микроскопом мембрана поврежденного нейрона. Посмотрите, какой-то бы ее излишек пули. И, конечно же, такой нейрон не способен к выполнению остальных своих функций. Но нейроны не выполняют функции в одиночку. Они наподобие вот картины Микеланджело, Фрески, Микеланджело, Гуанароке. Все функции выполняют во взаимосвязи друг с другом, как в Саваоксе созданный им Адам, человек. Посмотрите, нейроны выполняют все функции, в том числе и высшие наши чувства, например, эмоции, только во взаимосвязи друг с другом, только формируя нейронные сети. И если эти коммуникации, взаимодействия между нейронами нарушены, что чаще всего обусловлено либо дефицитом, например, нейромедиатору, либо избытком, например, как глютамата, без которого невозможны когнитивные процессы, он 95% обеспечивает взаимодействие нейроны. Но если мы выключаем избыток глютамата, глютаматная эксайтотоксичность, мы ее выключаем, блокируем, но тем самым мы устраняем когнитивные процессы. Или другие, например, факторы роста нейротерапины, или нейроиммуноциты, цитокины, которые формируют вот такой треугольник. И получается, что дефицит медиатору факторов роста, цитокинов, что их избыток очень часто заканчивается фразой «добро обращенную чрезмерность становится фактором зла». Поэтому патология мозга, нарушение гибельной эрозы, это нарушение, прежде всего, соотношение функционирования этих регуляторных систем. И нарушается взаимодействие нейрозы, передача сигналов, и нарушаются в конечном итоге высшие психические функции. Возникает вопрос, как защитить нейроны, какие существуют подходы. Существует, например, группа, большая группа нейропротекторов, которые включают в себя вот группу пироцетама, золотой стандарт и на сегодняшний день. И последующие появились огромное количество препаратов. И с грустью нейрофармакологи говорят, что группа нейропротекторов существует, а надежного препарата, который бы действовал наподобие аналгетиков или антибиотиков, к сожалению, не существует. Но тем не менее, поиск продолжается, и на этом пути есть уже определенные достижения. И на сегодняшний день две стратегии энергогенерации в торможении как можно более ранних начальных стадий этого патогонетического каскада. И второе, поиск внутриклеточных мишеней для действия фармакологических препаратов. Вот в плане поиска мишеней, внимание сегодня сконцентрировано на митохондриях как в ключевом звене. И это связано с тем, что вот такие красивые митохондрии, генераторы энергетических потенциалов, АТФ в нейронах. Посмотрите, в 2006 году был взрыв в научном мире, когда в журнале Nature, это научная библия всех ученых мира, было опубликовано, что ежедневно в нашем организме генерируется 65 килограммов АТФ. И парадокс заключается в том, что каждая клетка, в том числе и нейроны, генерирует АТФ исключительно для себя. Они не отдают другим клеткам при недостатке. Поэтому один из авторов, открывший АТФ, как источник энергии, профессор Энгельгард, говорит, 30 лет твержу врачам, не лейте АТФ не выполняет заместительную терапию, а врачи не верят мне, говорят, а мы видим результат. И помните слова Пушкина, и опыт сына ошибок трудных, и гений парадоксов друг, потому что опыт великая вещь, которую вы посвятили себя, потому что оказалось, что АТФ действительно не замещает друг друга, но производный АТФ регулирует, является мощнейшими регуляторами коронарных и мозговых сосудов. Поэтому АТФ еще надо дальше продолжать изучать, поэтому внимание сегодня еще и потому, что если вот взять такой сложный фотогенетический каскад развития энергии, в центре лежит дефицит АТФ. Все начинаются, все нарушения нейронии. Поэтому сегодня, например, разрабатываются три усилия. Это регуляция секреции эндогенных факторов роста, вот, например, мозгового фактора роста, ему придают сегодня исключительно важное значение. Доставка экзогенной факторов роста и некоторые другие, однако, это пока научные исследования, научные усилия, а в практике остается нас пока золотой стандарт эрацетан и некоторые его производные. И мне бы хотелось сказать несколько слов о нейронетаболических церебропротекторных препаратах, которые нужно назначать как можно на более ранних этапах, поскольку вот все 15-20 лет предболезни, они как раз являются мишенью, точкой приложения для этой группы препаратов. И, конечно, здесь прежде всего гамма-аминовасленная кислота, эндогенный, единственный доказанный тормозный медиатор в головном мозге, глицин больше спином, и ее производные, в том числе рацетаны, нейрокептиды, холинопозитивные, холиномиметические препараты и некоторые нейровазотропные средства, поскольку все-таки основа это перспузия нейронов, и на это должны быть направлены основные усилия. Вот если посмотреть на механизм, действие нейрометаллических церапропротекторов, то как раз он согласуется с тем, о чем мы говорили раньше, это утилизация, повышение утилизации глюкозы, образование АТФ, усиление биосинтеза белков, снижение перекисного окисления липидов, стабилизация нейрональных вибра, поэтому в итоге возникают и антигипоксические эффекты, и восстанавливают интеллектуально-гонистические функции, и пироцетам оказывают, например, не только нейротропные эффекты, но и, очень важно, микроциркуляторные эффекты, таким образом, два в одном в этом препарате. И если посмотреть на возможности, то, конечно же, сегодня это и ноофен, препарат, хорошо известный вам, это комбинация гаммонимасляной кислоты и бетапенилотилогена, который не имеет прямых аналогов среди других лекарственных препаратов. Сюда же к этому ряду относятся и уже упоминаемый энтроп, поскольку этот пироцетам только усиленный в 25 раз, поэтому эффекты его четко доказаны на сегодняшний день, хорошо. Это ноотропный препарат с психостимулирующим влиянием, который начинается буквально с первых дней приема, поскольку это во многом сходный с эндогенными препаратами. И если посмотреть, я уже, да, Юрий Иванович? Да? Вы уже хотите о женском говорить сейчас? Да? Можно позже. Скажите, успеем. Чтобы мы не болели по-женски, Юрий Иванович? Мужчины. Посмотрите, механизм действия антропа чрезвычайно интересный. Он, с одной стороны, напрямую вызывает образование АТФ на нейронах, с другой стороны, чрезвычайно важное действие активации антифазы, этого универсального вторичного мессенджера. И еще очень важно, активирует, нормализует активность натрий-калиев этой фазы. Этот насос в каждой клетке, не только в нейронах, и на его функционирование уходит 30% энергии суточного рациона. Подумать только, какой чрезвычайно важности этот класс терминтус. И системные модулирующие влияния на медиаторный баланс, нормализация корков подкорков взаимоотношений, что чрезвычайно важно. Поэтому еще два слова о таком замечательном препарате, как нейромедин, который до недавнего времени считался точкой приложения его, это нервно-мышечный синапс. А последние годы показано, что нейромедин стимулирует память, обучение и усиливает вот это чрезвычайно важные свойства, как нейропластичность, которая лежит в остове, многих компенсаторных процессов. И если посмотреть на механизм действия, то уникальность влияния на нервно-мышечный синапс заключается в том, что он блокирует калиевые каналы. Это один из препаратов на сегодняшний день. Ингибитор нахолиностеразы повышает уровень ацетилхолина, повышает передачу и стимулирует чрезвычайно проведение нервного импульса. А вот на нейроны центральной нервной системы действуют на все звенья проведения потенциала, повышают уровень сенсорной ацетилхолина. И чрезвычайно важно, выявлено в последние годы, повышает уровень мозгового фактора роста, брейн-деревитный фактор, который является критерием эффективности нейротропного эффекта. какие показания к назначению нейрометина это поражение центральной нервной системы различного генеза, это в том числе когнитивные расстройства различной степени сложности, цепалопатии и задержанные коматозные бессознательные состояния, то есть достаточно широкий спектр показаний. И цель фармакотерапии нейрометаболическими препаратами это предотвращение перехода возрастных физиологических изменений центральной нервной системы патологические с клинической картины возраст зависимых заболеваний и нейрометаболические препараты они как раз должны занимать широкое место в числе этих препаратов. Вот эти исследования и эти препараты они стали возможны благодаря таким классическим великим открытиям нейрофизиологии открытия ацетилхолина открытия фактора роста мадам Леви Монтанчини которая сегодня 98 лет она жива последние 20 лет она занимается исключительно поэзией и музыкой и одна из ее песен несколько лет назад номинировалась в Сан Рэма на Той Стриме поэтому у бабушки Леви Монтанчини с нейропротекцией все в порядке она здорова как говорил известный одесский поэт кушает компот видите на Эрзарх открыли объемные каналы за которые тоже получили многое премию мозг это уникальное устройство в котором электрические сигналы в единственном органе взаимодействуют с химическими молекулами внося в них изменения а изменения молекулы в свою очередь приводят к изменению электрических сигналов и вот все группы химических вибраторов мозга участвуют в развитии возраз зависимости и средств зависимых нейродегенеративных заболеваний и здесь конечно же положительные свойства нейрометаболических сигналов является малая токсичность хорошая переносимость практическое отсутствие побочных действий что характерно для многих метамотропных препаратов и изначально важно что необходимо назначать эти препараты ноотропы больших доз в течение длительного времени как можно на более ранних стадиях заболевания для защиты нейроды на подобии этого средневекового прицеля я благодарю за внимание спасибо 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 спасибо